Санкции, экономические трудности, вызванные ими в России, кризисные явления в российской экономике. Насколько это серьезно и долго? Можно ли будет их когда-нибудь конвертировать в социальные, политические протесты против путинского режима? Эти и другие важные вопросы мы сегодня обсудим с экономистом, профессором Чикагского университета в США Константином Сониным. Константин Сонин, сегодняшний гость нашего канала. Я вас приветствую, Константин Исакович. Здравствуйте. Как там дела в Америке? В Америке все нормально, в Америке все спокойно. Ну ничего себе спокойно, выборы на носу. Глядишь, там республиканцы опять получат большинство в Конгрессе. И что тогда украинцам делать? Глядишь, откажутся американцы от поддержки Украины, и что тогда? В Америке политика, она всегда, избирательная кампания всегда, она никогда не прерывается. Это выборы каждые два года, избирательная кампания идет все время. Республиканцы, я думаю, победят в палате представителей и в Сенате, но республиканцы поддерживают отправление больше вооружения Украине и больше денег, чем демократы. То есть это разве что увеличит поток денег. Это не потому, что республиканцы ястребы, хотя они традиционно ястребы, а и в частности потому, что республиканцы традиционно заботятся о военно-промышленном комплексе. Надо понимать, что деньги, которые Конгресс направляет на помощь Украине для защиты, это же деньги, которые зарабатывают Боинг, Локхит и другие. Поэтому я бы ожидал от победы республиканцев только увеличения военной поддержки Украины. Ну отлично. Скажите, пожалуйста, вот коль скоро вы в этих вопросах, я знаю, прекрасно ориентируетесь, часто люди, наблюдающие за отношениями, которые сейчас развиваются между Вашингтоном и Киевом, все-таки никак не могут понять, ленд-лиз работает или ленд-лиз начнет работать в полную силу только с начала нового финансового года, который в Америке открывается 1 октября. Смотрите, я бы сказал, вот насколько я понимаю, что ленд-лиз уже работает на полную мощность. Надо понимать, что ленд-лиз, как и во время Второй мировой войны, когда США поддерживали СССР и Великобританию, и сейчас это некоторая внутренняя бухгалтерская учебная категория внутри США. Ни при каких поставках оружия Украина не платит США, да, то есть по ленд-лизу это или не по ленд-лизу. Но один способ, это, например, что Конгресс одобряет просто поставку оружия на какую-то сумму денег, другой способ, он говорит, что мы оплачиваем для Пентагона покупку вот такого количества оружия, но вы это оружие, вы можете его передать по ленд-лизу, вы не передаете деньги Украине, а вы как будто даете это оружие взаймы. Эту формулу когда-то придумал президент Рузвельт для того, чтобы в условиях изоляционизма в США, когда избиратели не хотели поддерживать поддержку Великобритании и потом Советского Союза, он придумал такую формулу, что мы им не поставляем оружие бесплатно, а мы им просто даем взаймы. Он даже тогда специально сказал, что вот когда у соседа пожар и он просит у вас шланг, он же не просит у вас его навсегда, он просит его на время, когда нужно потушить пожар. То есть как бы в итоге ленд-лиз это некоторая бухгалтерская категория, для Украины это не важно, ленд-лиз это или не ленд-лиз. Важно, чтобы постоянно шли поставки вооружений, они идут и они не прервутся, пока война не будет выиграно. Хорошо, тогда у меня другой вопрос. Вы наблюдаете за происходящим. Это видно по вашим публикациям в соцсетях, по вашей странице, в Фейсбуке. По вашему интервью вы часто выступаете. Скажите, ваша позиция на этот счет между экономистами, в том числе, скажем так, ну, нельзя сказать оппозиционными экономистами, но экономистами, которые в политике придерживаются оппозиционных взглядов. Я имею в виду российских экономистов, многие из них давно уже живут за границей. Но все-таки споры между ними есть, и согласия полного между ними не вижу. По принципиальному вопросу о том, работают ли санкции, насколько серьезны последствия этих санкций, и можно ли конвертировать эти последствия, конвертируются ли они, в конце концов, сами по себе, в протестные настроения, которые могут привести к смене режима в России. Такой вот длинный вопрос, я понимаю, что он состоит из нескольких частей, но вот, тем не менее, попробуйте на него ответить. Смотрите, первое, то, что есть разногласия между экономистами, это совершенно нормально, это реально сложно, и для экономистов, находящихся за границей, точно так же это сложно для экономистов, сидящих прямо там в администрации президента, Центробанки, Министерстве финансов, Сбербанки, им так же тяжело оценивать, что происходит, потому что происходит совершенно необычное, не похожее на другие ситуации. Я бы сказал, что среди всех экономистов, и вот людей, находящихся за границей, и там крайне негативно относящихся к Путину и его режиму, и людей, которые работают в Москве в Центробанке или Сбербанке, я бы сказал, что в целом оценки не так уж сильно расходятся. Все видят, что там спад в этом году, он уже там минимум будет, 5% ВВП, а может быть будет и 8%, может быть будет и 10%. То есть мы видим большой спад. Вообще для спада, который спровоцирован без всяких внешних вызовов, просто решением правительства, это один из рекордов мировой истории, чтобы страна просто без всяких внешних шоков, без всяких внешних причин вызвало у себя огромное падение ВВП. В то же время надо понимать... Я вас правильно понял. Вы имеете в виду, что вот если бы на такую цифру упало ВВП в результате, я не знаю, глобального экономического кризиса, каких-то финансовых катаклизмов в мире, еще каких-то внешних причин, то это было бы ненормально, но объяснимо. А вот когда это рукотворная цифра, то это очень много, так? Да, так. Но я хочу сказать, что даже и для вообще всех кризисов, даже вызванных внешними шоками, это очень большая цифра, скажем, в США. По итогам, чтобы за год было такое падение, как в России в 2022 году, последний раз было во время Великой депрессии, то есть почти 100 лет назад. А вот в 2008-м, когда последний был большой кризис? Было меньше, в США было меньше. Меньше, да? Больше, а в США было меньше. В США было 2,8% ВВП падение, меньше 3%. А от ковидной истории, от пандемии? Ковидная история, она как бы очень необычная. Было сначала совершенно невероятное падение во втором квартале, и некоторое в третьем, потом такое быстрое восстановление в четвертом и пятом. Ну, как бы, что если формально посчитать, в 2020 году, то был большой кризис. Но если взять просто как бы протяжение года, с весны 2020 до весны 2021, то падение было небольшим. Тогда оно не рекордное. Это просто был кризис, где-то что не похожий. Ну, хорошо, а если возвращаться к состоянию российской экономики и влиянию санкций на них? Смотрите, российская экономика переживала в последние 50 лет на нашем веку более тяжелые кризисы. Более большой спад был в начале 90-х, в 98-м году, и потом в 2008-2009. Но в каждом из этих случаев это было вызвано либо какими-то долгосрочными причинами, либо внешним шоком. В 98-м году был сильный внешний шок, и в 2008-2009 был сильнейший внешний шок. А то, что произошло в 2022 году, это и не проистекало из глубоких причин, это просто критически ошибочное решение. И размер кризиса этот очень большой, и, по всей видимости, он еще будет продолжаться очень долго. Он только в начальной стадии. Это все будет сползать, может быть, не так резко, как в 91-м году, но это долго, и до уровня 2021 года экономика будет расти, может быть, еще лет 10, а может и дольше. То есть восстановление будет очень нескоро. Да хорошо, последняя часть моего вопроса касалась конвертации этих экономических последствий, санкций, в последствия социальные и политические. Ну вот я бы таких вот прямых протестов, прямой связи между экономическим спадом и протестами не ожидал. Мы помним, я, например, помню, я уже был студентом в последние годы Советского Союза, то, что ситуация ухудшилась значительно, значительно более плохой, чем сейчас. То есть были реально карточки на сахар, реально карточки на водку, были огромные очереди в столицах за большими, за самыми базовыми продуктами. То есть это намного хуже, чем сейчас. И все-таки массовые выступления начались не на первый год трудностей, не на второй год трудностей. Они начались позже. И они начались, когда уже начались разные большие политические события. То есть я бы скорее ожидал, что самих по себе протестов не будет в результате экономического ухудшения. Но в некоторый момент вот очередное там выступление Путина, там еще какую-то он глупость скажет, еще какую-то меру сделает, и это будет триггером. Но предсказать это трудно. Но я думаю, что как бы с каждым днем шансы на то, что какое-то событие триггернет действительно массовые выступления, они все больше и больше. Скажите, а вот если посмотреть на опыт других стран, бытует такое мнение, что вообще в принципе протестные настроения, выливающиеся в какие-то уличные выступления, в активизацию деятельности оппозиции, в митинги, демонстрации, в беспорядки, редко происходят на фоне экономических трудностей, переживаемых этими странами. Что, мол, когда в экономике плохо, когда люди не получают достаточных средств к существованию, когда они зациклены на выживании, им не до политики. Ну хотя, с другой стороны, вот мы недавно видели в Шри-Ланке как раз мощнейшие протесты, которые были вызваны чудовищным состоянием экономики и привели к смене правительства. Может быть такое в России? Я бы сказал так. Значит, что примерно однозначно и примерно понятно, что в целом, чем хуже экономическая ситуация, тем менее устойчива власть. Это как бы, это большая корреляция между чем хуже и вероятность того, что произойдет что-то, какая-то смена, переворот, революция, массовые выступления, что-то такое. Но вот то же, что правильно говорится, то, что это не работает вот как какая-то дотерминистическая связь. Что да, есть примеры, когда ситуация ухудшается, кажется куда уже хуже, действия не популярны, а власть действительно сохраняется. И такие примеры есть и какие-то маленькие примеры, есть и большие примеры. Например, ну вот большой пример, это пример с Гитлером, да, то есть ситуация в Германии, он уже не был популярен в 43-м году, в 43-м году я подозреваю, что большая часть, не то что немцев, а и руководство Германии мечтало от него избавиться, но вот так они до 1 мая 45-го года и не избавились. То есть уже бункер был окружен полностью советскими войсками, а так вот и не решился никто из его соратников что-то сделать. И народ не выступил, потому что уже очень сильные были там гестапо и СС. То есть хотя бы... Весной 45-го уже и выступать-то было бессмысленно. Тогда люди думали, как бы от американских и от русских бомбежек спастись. Ну вот до последнего момента вот эти там разные Гиммлеры, Геринги, они все мечтали, Борбан, они все мечтали, что как-то они перехватят власть, проведут какие-то переговоры, частично там у них была такая мечта, что они договорятся, например, с Западом и продолжат, как бы, сосредоточат все силы на войне с Советским Союзом. Но, тем не менее, даже как бы осуществлять этот план никто из них не начал. Они так все и погибли, сдохли, ничего не сделав. Ну хорошо. Вот вы, насколько я знаю, вообще много занимались в своей жизни историей о том, как... Есть ли какие-то экономические закономерности, связанные с... или, скажем, политико-экономические закономерности, связанные с приходом авторитарных режимов в власти и затем их распадом. Как вам видится будущее путинского режима? Будет ли он распадаться? Когда? Как? Я думаю, что он уже распадается. Он распадается. Я думаю, что как бы те решения, которые принимаются, они очень как бы низкого уровня, они были компетентны, были информированы. Я бы сказал, что уже вот решение о том, чтобы начать войну с Украиной, которое было идиотским, и неправильным. Вот если мы даже забудем о его преступности, да, вот мы забудем, что агрессивная война, это статья номер один, по которой были люди осуждены в Нюрнберге, вот это же была такая глупость. Даже если бы там Киев был бы взят за три дня, Зеленский был бы убит в первый день, это все равно было бы глупостью, это все равно кончилось бы для России очень плохо. И вот это решение, я бы сказал, уже было признаком там дряхления режима и распада. То, что творится сейчас, как бы вопрос не о том, исчезнет ли Путин с позором, да, конечно, исчезнет и его режим. Вопрос только, сколько он как бы убьет мирных украинцев и теперь уже и мирных россиян тоже. Вот вопрос только про это, вопрос про то, что это идет к какому-то концу, про этот вопрос не стоит. Я уверен, что любое новое правительство России, как бы если Путин умрет и будет какое-то коллективное руководство, или они все-таки наберутся смелости его там задвинут, они тут же начнут и переговоры, и вывод войск, и переговоры о снятии санкций, даже, вот я даже думаю, что даже если Путина сейчас скинут военные, там, которые недовольны тем, как некомпетентно он ведет военную операцию, ну, там, националисты, которые популярны среди военных, то даже в этом случае они будут действовать дальше более рационально, они будут договариваться как-то выводить войска, договариваться о репарациях и снятии санкций. А скажите, пожалуйста, вот вопрос, связанный у меня с мобилизацией, ведь я так понимаю, что мобилизация это такая штука, которая имеет определенную цену, поскольку это грандиозная операция, в том числе и экономическая. Вот как вы оцениваете осуществимость этой операции? Ну, вот одна из вещей, которая трагическая или, не знаю, странная об этой войне, это то, что Россия начала эту войну и подготовку к войне с Украиной в относительно хороших экономических условиях, да, и это уже с самого начала издержки были большие. После кризиса, например, 2014-2015 годов было в каком-то смысле принято решение пожертвовать экономическим развитием, тратить деньги на то, чтобы вот стать такой авторактической страной, чтобы санкции действовали хуже. Они все равно действуют, но они действуют меньше, чем если бы они были в 2014 году. Ну, это все потеря для экономики. Конечно, люди, которых заберут сейчас с рабочих мест, не только те люди, которые реально получат повестки, но и те люди, которые ждут повесток, и те люди, которые бегут, и те люди, у которых просто стресс из-за того, что они этих повесток ждут, или из-за того, что они там что-то вынуждены делать, покупать справки у врачей, покупать место в вузах, или не знаю, что там сейчас будет защищать от призыва, это все издержки для экономики, это все потери. Другое дело, что эти потери, они не катастрофические, это не такие потери, которые прям что-то раз и переключают. Это плохо, экономика перестраивается в еще менее продуктивное состояние, сколько-то процентных пунктов долей ВВП будет потеряно из-за мобилизации, но будут еще россияне хуже жить. В том анекдоте, папа, ты теперь будешь меньше пить, нет, сынок, ты будешь меньше есть. Безусловно. Второй анекдот про подорожание водки, да? Да. Ну, хорошо, а вот как вы оцениваете перспективы, связанные с эмбарго? Я имею в виду нефтяной эмбарго, которое должно быть в конце этого года эмбарго на сырую нефть, а в начале следующего с лагом, по-моему, в два месяца, если я не ошибаюсь, на нефтепродукты. Насколько серьезно это повлияет на российскую экономику? Потому что на сей счет тоже есть разные мнения, есть даже оппозиционно настроенные экономисты, оппозиционно настроенные в политическом отношении экономисты, которые, тем не менее, очень скептически относятся, говорят, а, это все будет компенсировано поставками нефти в Азию, в Индию, в Китай, и Россия это переживет. А вы как думаете? Мне кажется, мне кажется, что это немножко вопрос темперамента для экономиста, да, то есть любой профессиональный экономист понимает, что эти эмбарго, ограничения, что это то, что делает хуже российской экономики, снижает доходы, уже снижает, уже во втором квартале снижал, и в третьем, и тем более по мере усиления ограничительных мер будет снижать дальше, но это также правда, что это российскую экономику не убьет. Ну вот, я не знаю, представьте, что вам в глаз дали, или что вы сломали руку, ну конечно, это вас не убьет, но то, что сказать, что вам, что вы это как-то не почувствовали, так тоже нельзя сказать, это потери, это потери серьезные, это то, за что не нужно было бы, не нужно было бы российской экономике и российским гражданам против их интересов, но эти потери действительно не могут убить экономику. Но осложнить ведение войны они могут? Они осложняют, вот опять-таки, они осложняют ведение ведение войны, это значит, что в частности, что у там у российских солдат будет чуть-чуть меньше, вооружение чуть-чуть меньше, прикрытие чуть-чуть меньше, топливо чуть-чуть меньше, там, дронов, это не значит, что они прям в этот момент погибнут и не смогут сопротивляться. Ну, конечно, конечно, это снижает возможность вести войну. Как вы думаете, удастся ли России заморозить Европу, отказавшись от подставок газа добровольных? Она уже это делает? Мне кажется, что истории про заморозить Европу, это в точности вот из тех же уст, из тех же голов, откуда взять Киев за три дня. да, то, что Россия делает, перестает поставлять газ, это некоторый удар по благосостоянию европейцев, да, у них, возможно, у Германии будет рост не 2% в год, а 1,5% в год, да, возможно, что доходы у граждан в среднем чуть-чуть упадут, может, на 1%, может, на 2% из-за того, что придется платить больше за обогрев, может быть, на полградуса снизится температура в домах, может быть, даже снизится на 1 градус, это все случается, например, что-то подобное случилось 50 лет назад, когда арабские страны образовали ОПЕК и подняли в три раза цену на энергоносители, да, были вот холодные зимы, помните, там была зима, зима тревоги нашей, хочется сказать, в Великобритании, да, и даже какие-то были демонстрации и чуть не избрали где-то лейбористов, разные вещи могут случиться, но даже думать, что в этом есть какое-то что-то апокалиптическое или даже серьезное, ну, потерпят, да, граждане Германии прямо отвечают на вопрос, что да, они готовы терпеть и довольно серьезные решения значительно больше, чем будут на самом деле ради того, чтобы Украина имела возможность защитить себя. как вы думаете политически именно вот в результате деятельности разного рода лоббистов, каких-то пророссийских группировок, отдельных средств массовой информации, куда разными способами внедряются подрывного характера публикации, я бы так сказал, можно эту ситуацию изменить? Я думаю, что нет. Я думаю, что основная причина, почему Путин тратит огромные деньги, сотни миллионов долларов на влияние на какие-то партии за рубежом, это, грубо говоря, распил. Потому что что такое потратить 10 миллионов евро или пен? Это значит, что нужно на 100 миллионов евро содержать целый отдел ФСБ или ГРУ, еще там эти деньги прилипают ко всем фондам последников и что-то доходит до Лепен. Никакого влияния на политику особого это не оказывает. Так же, как Советский Союз тратил даже уже в голодные годы, когда не хватало еды и лекарств для граждан, он тратил на поддержку каких-то смехотворных коммунистической партии в США. Помните, была Анжела Дэвис, вот это все. Но в этом ничего, кроме распила в смысле, что мы должны содержать какой-то большой аппарат по поддержке этого, в этом никогда не было никакого глубокого смысла и угрозы для дела. А много Советский Союз тратил вот эти нужды? Ну, тратил, меня скорее поражает, что не то, что много, а то, что когда уже было все, уже были 80-е годы, уже реально не было лекарств в магазинах, уже реально нужно было покупать пшеницу, там, не то, что какие-то станки, пшеницу нужно было покупать в Канаде, и все равно тратили деньги на проведение какого-нибудь митинга в Чикаго, чтобы у Анжела Дэвис была возможность раздать какие-то листовки. Это тогда было бессмысленно, это и сейчас бессмысленно, соответственно, там, может, кому-то нужно об этом слегка беспокоиться, но это все несерьезно, у этого не будет никаких последствий. Ну, смотрите, ведь я хорошо помню это время, 80-е годы, когда многие вещи, как вы сейчас совершенно справедливо замечаете, были очевидны. Было очевидно, что коммунистические левые идеи перестали быть популярными на Западе, и в Европе, и тем более в Соединенных Штатах Америки. Появилось такое явление, как еврокоммунизм, когда коммунистические, социалистические левые партии Европы стали, что называется, медленно, но верно отползать от Советского Союза, от КПСС, и пытаться превратиться в социал-демократов европейского типа, в парламентские партии, которые отказались, я не знаю, помните ли вы об этом, но было много шума, большой скандал был в советской коммунистической прессе, вот по поводу того, что некоторые достаточно сильные компартии Европы, итальянская, французская, отказались от идеи диктатуры пролетариата и разного подобного рода других марксистских долгов, и при этом были люди в аппарате Центрального комитета КПСС, в том же самом КГБ, которые видели, что так жить нельзя, что надо что-то менять, из этого получилась последствия перестройка. Как вы думаете, сейчас есть люди внутри путинской системы, которые вот так же понимают, что это продолжаться не может? Я думаю, что внутри путинской системы есть много людей, которые в полном ужасе от происходящего, людей, которые иррациональны, и патриотичны, заботятся о России, но они не знают, что делать, и нет механизма, и не понимают, что можно сделать, как с этим справиться, и даже не совсем понятно, что им собственно можно посоветовать, но я думаю, что такие люди есть, и их много. Ну, а как все-таки происходило крушение режимов в прошлом? Вот смотрите, я думаю, что мы сейчас уже подошли к такой точке, что если бы Советский Союз, если бы было политбюро, которое было у Хрущева, то если бы сейчас просто вышел бы кто-то там и объявил по телевидению, что вот теперь есть новые исполняющие обязанности президента, новые исполняющие обязанности премьер-министра, новые министры, то абсолютно бы никто не дернулся, наоборот, все бы вздохнули с облегчением, то есть у Путина нет такой защиты в виде популярной поддержки. С другой стороны, надо понимать, что тут не Советский Союз. В Советском Союзе в политбюро были люди, которых туда назначил не Хрущев, те люди, которые снимали Хрущев. Многие из них сделали карьеру там в своих республиках, у них были собственные социальные базы, это была, конечно, не демократия, но это были люди с собственной поддержкой. Большинство людей вокруг Путина, это люди, которые там находятся только из-за того, что Путин их как-то ценят. Понятно, что там у людей типа Патрушева, Шойгу, Бортникова, Колесникова ни при каком сценарии они не могли бы занимать свои ответственные места, если бы просто Путин их не любил как человек. Понятно, по компетентности они близко не подходят к этому. Шойгу все-таки был уже министром при Ельцине. Он был министром максимально неважного министерства. Он, возможно, даже был хорошим министром МЧС, но в том, чтобы быть министром... В России вообще МЧС важное министерство. В России все время что-то разрушается, горит, взрывается, протекает. Основные фонды-то перестают работать? Износились? Да, правильно, но, например, в Министерстве труда, в Министерстве экономики, в Министерстве финансов ты сталкиваешься с реальными проблемами, и если ты там работаешь плохо, то и люди несчастливы, и опять-таки возникают реальные проблемы. Значит, если плохо работает МЧС, или работает плохо Министерство спорта, это может тоже плохо, но это далеко не так важно. Значит, как бы, что в квалификациях Шойгу делало его возможным, ответственным за войну, крупнейшую войну, которую Россия ведет со времен Второй мировой войны, я ничего не вижу, ни как в политике, ни как в управленце, ничего, просто он в каком-то смысле, может быть, выбран по профнепригодности. Тоже относится там к Дмитрию Медведеву, который столько лет провел на самом верху, и как бы ни разу не продемонстрировал никаких ни политических, ни управленческих. Подождите, подождите, а не вы ли писали о том, что господин Медведев может, знаете ли, по одному латиноамериканскому сценарию опять вернуться к власти? Вы себе не противоречите? Или я путаю что-то? Но я написал его стратегию, что его как бы вот эта новая стратегия писать эти безумные ультравоинственные твиты совершенно безумные, что в этом есть как бы некоторый смысл, что такой смысл выглядеть шутом, но реально быть человеком. Но я боюсь, что Дмитрий Медведев конкретно он выглядит шутом. А что там была у вас за историческое параллель, напомните, пожалуйста? Был такой человек, Хакин Балайвер, который был, он еще и маленького роста и несерьезно выглядит, который был премьер-министром и там кем-то еще при Трухилье. Трухилье был диктатор, похожий на Путина, тоже такой как бы в маленькой стране, но тоже как бы мачо и главный, и вел войны с соседними странами. И когда Трухилье убили, его убили какие-то заговорщики, возможно, при поддержке ЦРУ, то так получилось, что какие-то мощные силовики, они перегрызлись между собой, а этого Балагера они как бы выдвинули наверх, потому что никто не считал, что он что-то серьезное, они считали, что он как бы ну просто вот какой-то чиновник, но он однако же был лидером Домериканской Республики еще там 35 лет с небольшими перерывами, но как раз оказалось, что они все перегрызли друг к другу, а он остался. Так вы верите в то, что с Медведевым такое может получиться? Нет, я думаю, что Балагер был гораздо более серьезным персонажем, понимаете, вот как бы Медведев, он у него есть хороший твиттер, ну например, то, что он сдал всех, кого поддерживал, там какие-то были министры, они сели в тюрьмы, были какие-то советники, он это все потерял, он как бы, его никто не воспринимает всерьез, он может играть во что-то, он на что-то рассчитывает, я уверен, он как бы, он мечтает, что он туда вернется, но тут даже не дело в том, что его не воспринимают всерьез, а в том, что если его назначить, не воспринимая всерьез, на какую-то важную должность, то он все равно это все провалит, он власть удержать не сможет, он не, я же говорю, это овца в овечьей шкуре, как сказал когда-то Чарчилль. А скажите, пожалуйста, в таком случае вы видите среди известных российских политиков, как бы мы к ним сегодня не относились, человека, который может сыграть роль Горбачева 21 века? Я бы сказал, что когда Горбачеву передавалась власть, ему передавалась и ему передалась очень большая власть, очень как бы вот то, кем он стал, это было очень много, то есть распада политической системы в тот момент еще абсолютно не было. Я считаю, что вот уже сейчас такая точка, при которой возможно передача большой власти новому лидеру, она уже пройдена, то есть я думаю, что будет после Путина из-за его смерти или из-за его смещения будет коллективное руководство, как после смерти Сталина, как после смерти Хрущева, будет вот это коллективное руководство, что они... Для отставки Хрущева, наверное, все-таки, да? И смещение... А я сказал, что убийство... После смерти. Нет, Хрущев был отставлен и провел следующие 7 лет под домашним арестом. Это мы как бы такой примитивной истории, мы знаем, что Хрущев сменил Брежнев. На самом деле на, возможно, главном посту Хрущев сменил Косыгин, на посту у председателя Совета Министров. Там еще была некоторая перестановка и Миколян, и Ворошилов, по-моему, сохранил свою должность под горной, там занял какую-то должность. То есть они действительно сделали там коллективное руководство. Да, я очень хорошо помню мой покойный отец на мой детский вопрос папа, кто у нас теперь вместо Хрущева главный, через паузу отвечал, что, ты знаешь, я еще пока толком не понял. Как-то так. Да, я думаю, что тогда думали, что, возможно, Косыгин это более важная фигура, чем Брежнев, однако Брежнев всех съел, ему, как-то, видимо, отчасти и повезло. Косыгин, например, заболел и умер. Ну, как, заболел и умер. Это было гораздо позже. Косыгин заболел и умер уже, это был конец 70-х. К 75-му году Брежнев уже все вокруг себя консолидировал и уже все стало вокруг этой... Ну, самое главное было, если уж ударяться в исторические реминисценсы, я думаю, что все-таки самое главное было, когда он убрал из высших, с высших постов отодвинул Шелепина и людей, которые на него ориентировались, вот так называемых младо-турков, как их называли, вот таких вот бывших комсомольцев, которые сделали свои партийные и государственные карьеры уже много позже войны. Там был и Шелепин, и Семичастный, вот когда председатель КГБ Семичастного сменил Андропов, когда Шелепина фактически с должности второго секретаря ЦК КПСС передвинули на работу в профсоюзах, на председателя ВЦСПС. Вот, по-моему, тогда Брежнев начал по-серьезному, что называется, консолидировать власть. Да, но я думаю, что мы увидим какую-то аналогичную динамику, то есть после прекращения Путина будет коллективное руководство, и сначала будет не очень понятно, кто сильнее, может даже покажется, что кто-то стал очень сильным, как, например, после смерти Сталина показалось, в «Нью-Йорк Таймс» вышло, умер Иосиф Сталин, Георгий Маленков новый лидер Советского Союза, да, кто сейчас знает Маленкова, кроме историков, а Берия внутренне... А тогда частушку пели, «Берия, Берия, Берия» вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинку. Это через три месяца, а после смерти Сталина, еще за день до смерти Сталина, Берия стал министром госбезопасности и внутренних дел объединенных, и первым заместителем представителя Совета Министров, то есть, казалось, может быть, Берия, даже была такая версия, что Берия теперь главный, а Маленков – это просто, чтобы русский человек стоял во главе империи, но, тем не менее, потом расклады поменялись, и целая группа людей потеряла власть, а целая группа поднялась. Я думаю, что будет что-то такое же с уходом Путина. Сначала все разделят, потом кто-то из них. Подождите, а мы не торопимся. Вы не верите в такой сценарий, что, может быть, Путин проиграет войну, может быть, он вынужден будет уйти с оккупированных территорий Украины и даже из Крыма, и даже с той части Донбасса, которая была де-факто оккупирована в 2014 году, но, тем не менее, он где-то там окуклится, закроется за виртуальной, а может быть, даже и не виртуальной стеной, и будет Россия такой, знаете, большой, прибольшой Северной Кореей, и будет жить примерно так, как описана жизнь России в книге Сорокина «День опричника». Понимаете, с одной стороны, вроде такие сценарии возможны. Саддам Хусейн, например, в 1991 году, когда его войска были разгромлены в Кувейте американцами и войсками ООН, он вывел войска, остатки войск из Ирака, объявил, что победа, еще много лет отмечал годовщину победы над Америкой у себя в Ираке. Казалось бы, такое возможно, но я в это не очень верю, потому что, понимаете, путинский режим, вот он, как бы, Путин что делает, он все время пытается что-то, какую-то сделать, эскалацию. Никакой военной эскалации он уже давно не может сделать. На ядерную, я думаю, он не решится, да и, как бы, это все бессмысленно. А вот репрессии внутри он только будет увеличивать. И с ним, против этого сценария будет бороться даже не какое-то свободолюбие россиян, а просто, например, привычка москвичей хорошо жить. То есть, это все будет, мне кажется, что это быстро вызовет, быстро вызовет как бы распад, окончательный распад власти. То есть, я думаю, что Путин уже вступил на такую дорожку, где он не может вывести войска, объявить победу. Что он просто проиграет. Как вы думаете, все-таки, есть ли правота в словах тех людей, которые говорят, что превращение России в Северную Корею невозможно и по причинам устройства ее экономики, и по причинам географическим. Слишком большая страна. Есть в этом доля истины? Ну, я бы сказал, что вот мне кажется, что с одной стороны в Северную Корею можно превратиться политически, это как-то все же становится близко к Северной Корее, но все-таки Россия это страна с гораздо более высоким уровнем жизни, образования, там, социальной жизни, даже вот при нынешней покалеченной, это все равно гораздо выше. То есть, нам вот как бы, чтобы перейти на уровень Ирана или Северной Кореи, нужно, чтобы, типа, люди стали жить в три раза хуже. это падение благосостояния хуже, чем в 90-е. То есть, это как-то так трудно представить. Но надо еще посмотреть, что будет в Иране. Смотрите, там сейчас беспрецедентные протестные выступления, и бог его знает, еще чем это закончится. Я, честно говоря, скептически настроен. Слишком уж там жесткая диктатура и вот эти стражи исламской революции вроде бы пока все контролировали, но чем черт не шутит. Знаете, я был когда-то, первая моя зарубежная командировка была в Иран в далеком там 77-м году, и когда я туда попал, там еще был шахский режим, и трудно было поверить, что буквально через год там начнется исламская революция, точнее контрреволюция, и вот этот прозападный режим рухнет, как карточный домик. А черт его знает, может быть сейчас может произойти и обратный процесс, как вы думаете? Честно говоря, я думаю, что там может даже произойти некоторое движение в сторону открытости и мира относительно мягкое. Дело в том, что, конечно, там в Иране такая теократическая диктатура, и вот эти стражи исламской революции имеют огромную власть, но вообще в Иране есть парламент и есть избираемый на конкурентных выборах президент. И в принципе, если, например, просто отнимут часть власти у стражей исламской революции, и просто существующие избираемые органы станут важнее, это возможно как бы позволит, ну вот, то есть я могу себе представить, что этот протест и победит, и не развалит целиком государственную систему. Ну, Константин, пожалуй, последний вопрос. Вы сказали вскользь, что не очень верите в сценарий, связанный с ядерной войной, что Путин не решится применить оружие массового поражения. Вопрос, а если решится, вот мы все не верили или большинство людей накануне начала войны с Украиной, я имею в виду широкомасштабной войны, вот накануне 24 февраля, очень многие не верили в то, что это произойдет, и даже приводили длинный список аргументов рационального свойства, почему Путину это невыгодно. Говорили и про экономические последствия, и про внутриполитические долгосрочные последствия в России, и про международную изоляцию, про санкции, и про все-все-все-все-все, а он поступил иррационально. Вот, не кажется ли вам, что сейчас тоже на вере в рациональное начало зиждется неверие в то, что Путин может пойти на ядерную войну? Во-первых, есть некоторая надежда, что уже вот его ближайшее окружение, включая военное окружение, те люди, которые должны будут исполнить решение о ядерном ударе, они уже настолько его воспринимают как человека оторванного от реальности, или больного, или вредоносного, что просто не выполнит приказ. Такой шанс есть. Но кроме того, я считаю, что это правильный разговор, что будет, если он применит ядерное оружие, и такой шанс есть, это будет очень большим ущербом, погибнут десятки тысяч, пострадают, возможно, миллионы людей, в тех местах, где он нанесет удар, но надо понимать, что он нанесет удар, я думаю, что страны НАТО, если это будет один удар по Украине, нанесут огромный удар конвенциальными вооружениями, как говорят, отступные генералы американские уничтожат, Черноморский флот, возможно, все остальные флоты. Если в ответ на это Россия начнет ядерную войну, тогда Россию уничтожат, а весь мир очень сильно пострадает, ну, ядерной зимы не будет, но мир пострадает, возможно, какие-то большие города в Европе и Америке погибнет очень много людей, будет крайне трагическая история, но вот вопрос, что эту историю отдаляет, и я уверен, что чем сильнее украинская армия, чем быстрее она выгонит российскую армию с территории Украины, тем меньше шанс того, что Путин применит ядерное оружие. Вы видели, слышали выступление Байдена в ООН? Ну, я читал, да. Мне лично показалось, не знаю, согласитесь ли вы с этим, что оно было весьма жестким, и это был такой месседж, в том числе и Путину, что мы будем бороться с вами до конца. Означает ли это, что там, где это нужно, где этим занимаются профессионально, люди начинают думать о том, что с этим безумцем, который размахивает жупелом вот этого ядерного уничтожения, надо чего-то делать. Да, мне кажется, что там рассматриваются все возможные сценарии, и возможные сценарии, и участие стран НАТО реально в войне, вот никак не в воображении Путина, как он говорит себе и своим дружкам, что они воюют с НАТО, а я думаю, что рассматриваются и реальные сценарии, и рассматриваются сценарии ядерного удара по странам НАТО, и ответные, но я хочу сказать, что на протяжении всего этого кризиса, вот что хорошо делает администрация Байдена, они очень хорошо понимают Путина, это вообще не всегда американская администрация как-то проявляет себя особенно разумно, оценивая, что происходит в каком-то конфликте, но вот здесь они, у них видимая хорошая разведка и хорошая очень аналитика, они понимают, они не реагируют на там бред, который он несет, они реагируют на то, что он делает, они хорошо предсказывают, что он собирается сделать, ну, обстоятельства сложные, но... Послушайте, Ульям Бернс, глава ЦРУ, глава американской внешней разведки, работал в Москве послом, правда? Да. Достаточно об этом вспомнить, не говоря уже о том, что там есть очень много людей сейчас в окружении Байдена, которые прекрасно разбираются именно в российских делах, ну, там не занимает, предположим, никакой конкретной должности в администрации Майкл Бакфол, вам хорошо знакомый, который является, наверное, одним из самых тонких специалистов по России, но, насколько я знаю, он среди тех, кто дает Байдену советы. Да, и важно, что он не только дает советы, но важно то, что он является самым популярным и известным и авторитетным комментатором средств массовой информации, соответственно, он один из тех, кто формирует это мнение, да, и Майкл, я, как бы, я не считаю, что политика Обамы была очень удачной, но он, безусловно, Макфол, безусловно, прекрасно разбирается в России, прекрасно ее понимает, вот именно, как бы, не идеологически, а он хорошо понимает, что там у Путина в голове и там, что у его окружения в головах. Ну что ж, спасибо вам за ваши ответы, Константин, за ваши комментарии, я напомню, сегодня моим собеседником, гостем нашего YouTube-канала был известный американский, можно сказать, уже экономист российского происхождения, профессор Чикагского университета Константин Сонин. Еще раз спасибо. Спасибо. И я благодарю всех, кто смотрел нас сегодня. Пожалуйста, прошу вас неформально, а от души, весьма убедительно. Если вам нравится то, что мы делаем, если вам нравится видео, которое мы выкладываем на канале, помогите нам продвигаться, развиваться, увеличивать число наших подписчиков, популярность этих комментариев, этих интервью. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, дизлайки тоже нам помогут. Задавайте вопросы, каверзные, пишите реплики, ядовитые. Это все нам на пользу. Заранее вам признателен. И всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok